Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы начинаем рассмотрение послания святого апостола Павла к Галатам, первая глава. Это послание действительно очень важное, не случайно, имея небольшой объем, оно стоит сразу после крупных посланий апостола Павла, после послания к Римлянам и первого-второго послания к Коринфянам. И мы с вами начинаем его изучение после послания к Римлянам по одной простой причине. Послание к Галатам было написано раньше, чем послание к Римлянам. Но дело в том, что, как мы с вами говорили, послание к Римлянам является таким, если не катехическим, как мы сейчас сказали сейчас, но в этом послании апостола Павла систематически излагает свои взгляды, свое учение, свою проповедь. И именно там он рассматривает, разбирает ключевые термины своего богословия – оправдание, примирение, усыновление, плоть и так далее. Все их мы с вами встретим в послании к Галатам. Но послание к Галатам этих терминов не разбирает, не рассматривает. Дело в том, что, мы сейчас будем об этом говорить, послание к Галатам было написано в спешке. Апостол Павел сам написал это послание, это уникальный случай, будучи взволнован той ситуацией, которая возникла в Галатийской церкви. И, конечно, ему, собственно говоря, и не было времени, возможности хоть как-то разбирать, расшифровывать, пояснять те термины, которые он использует. Он уже как бы в своей голове использует сложившуюся терминологию и излагает ее Галатам в надежде и, собственно, в знании, что Галатам эта терминология известна. Поэтому мы с вами тоже уже узнали терминологию из послания к Галатам, уже с ней познакомились и как некой отмычкой можем это знание воспользоваться для того, чтобы понять, что же написано в послании к Галатам и разобрать ключевые моменты богословия этого замечательного текста. Но первые главы этого послания, они носят, скорее, автобиографический или даже апологетический характер. Чем это было вызвано? Ситуация, которая, собственно говоря, присутствует и в других апостольских посланиях, во втором послании к Коринфянам, в ряде каких-то других моментов апостола Павла, например, в 9 главе первого послания Коринфянам вынужден обращаться к этому. Речь идет о том, что внутри церкви по отношению к деятельности апостола Павла существовала оппозиция. Как так? Чем она была вызвана? Ну, а дело в том, что мы с вами уже знаем, что апостол Павел утверждал, что время закона кануло в лето, что соблюдать прежние правила, установленные в Ветхом Завете, уже нет никакой необходимости, потому что пришло время Нового Завета и новых отношений с Богом, которые регулируются уже не прежними бывшими правилами, а тем откровением, которым было дано Христо, и Духом Святым, которые получили верующие. Но такая позиция, такая точка зрения, она, конечно, не всегда встречала понимание и поддержку у ранней церкви, прежде всего церкви Иерусалимской и у христиан, которые считали, что то, что апостол Павел столь решительно и смело выбрасывает закон на обочину истории, является таким ренегастом, является революционным посягательством на основы божественного домостроительства. И апостол Павел, конечно, непросто было в этой ситуации противопоставить себя, свою точку зрения, предшествующим тысячелетиям священной истории, которые зиждились на законе. Христос пересмотрел все, что его смерть, она коренным образом меняет отношение человека с Богом. Для этого должны были произойти очень существенные изменения в мировоззрении человека, и ожидать их быстро и решительно вряд ли было бы возможно. Люди привыкли, соплеменники, современники апостола Павла, что без закона невозможно наладить правильное отношение с Богом, что именно завет, заключенный на Синае, он связывает Бога с его народом. А здесь апостол Павел утверждает, что еврейский народ, он утратил все свои привилегии, что, по сути, Бог уравнял его с другими народами, и он мало чем отличается теперь от языческого окружения. Понятно, что согласиться с этим евреи вряд ли бы могли, с этой утратой своих привилегий, с своего такого особенного уникального положения с Богом. Психологически это, в общем, легко объяснить и легко уяснить. И вот здесь мы видим, что апостол Павел, приходя в какие-то места, в какие-то области, города, проповедовал вокруг него, собиралась какая-то община, а вслед за ним, после того, как он покидал Коринф или Галатию, приходили другие миссионеры, и они обнаружили, что здесь уже есть христианская церковь, община, созданная апостолом Павлом, и сталкивались с тем, что эти люди, которых к Христу обратил апостол Павел, они отвергают закон, они не принимают его. И здесь вмешивалось то, что, собственно говоря, они пытались подорвать авторитет апостола Павла, который обратил этих людей ко Христу. Они утверждали, что он не является апостолом, потому что он не входил в круг двенадцати, что он вообще является каким-то выскочкой, что в Иерусалимской церкви о нем, по сути, ничего не знают, и то, что он проповедует и говорит, никому неизвестно. В общем, они пытались как бы насадить закон, они пытались убедить новообращенных христиан, что закон выполнять все-таки необходимо. И понятно, что, насаждая такого рода взгляды, они не могли не дискредитировать апостола Павла. И, естественно, что, в общем-то, происходили разного рода экзесы, неприятные ситуации, и иногда действительно церкви под нажимом, под давлением каких-то авторитетов, ссылкой на других апостолов, Иерусалимскую церковь, вдруг начинали принимать иудаизм, закон, обрезание. И, конечно, это не могло не волновать апостола Павла, потому что это нарушало как бы основы его благовестия, это подвергало опасности новообращенных христиан, что они, собственно говоря, из христиан по давлениям таких проповедников превратятся просто в евреев. Тем самым новизна христианства, принципиально его отличие от всего, что было до этого, оно будет утрачено. И вот с этой такой еврейской самоидентификации и боролся апостол Павел. И, конечно, по-разному происходила эта борьба, не всегда она была успешной. И вот послание Галатам, как я уже сказал, оно было и вызвано такого рода ситуацией. Галатия — это образ современной Анкары, где апостол Павел путешествовал во время второго мистерского путешествия, и в третьем мистерском путешествии, это примерно 54-й год, где-то он из Эфеса написал это письмо в Галатию, будучи взволнован вот этой ситуацией, будучи возмущен тем, что есть те, кто склоняют обращенных им христиан к иудаизму, принятию обрезания и закона. Итак, посмотрим с вами, как же он это делает, как он ведет полемику со своими оппонентами. Павел, апостол, избранный не человеком и не через человека, но и Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящие со мной братья, церковь Галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Итак, Павел настаивает на возможности называть себя апостолом. Он подчеркивает, что избран был для своего благовестия не людьми, а непосредственно Иисусом Христом, воскресшим из мертвых. То есть, другими словами, это сообщает ему даже некое преимущество по отношению к другим апостолам, ведь понадобится еще один апостол для того, чтобы он пошел проповедовать язычникам. Собственно говоря, другие апостолы, они, наверное, тоже проповедовали, но не так сильно. Вообще, надо сказать, что в нашем сознании утвердилась такая мифологема, что вот после Пятидесятницы все апостолы пошли проповедовать в разные страны, получили жеребий. Но вообще книга «Деяния апостолов», если ее раскрыть и почитать, она ничего такого нам не говорит. Напротив, никуда апостолы не торопились, не спешили. Они оказались в Иерусалиме, основались в столице, и по крайней мере первые семь лет уж точно они никуда не шли, за редким исключением какого-то ближайшего ареала. Вот, и на самом-то деле нужно было как бы новое лицо. Ведь дело в том, что, конечно, апостол Павел об его избрании, надо говорить, может быть, как-то отдельно, хотя здесь вот оно упомянутое. Это очень интересное указание. Мы сейчас с вами его встретим, о нем поговорим. Так вот, апостол Павел, он был человеком очень образованным. Кроме того, он был ревнителем закона. И, конечно, мы знаем, что далеко не все апостолы обладали такой подготовкой, возможностью такой проповеди, аргументированной, богословско-содержательной, интересной, такими гранями интерпретации того, что совершил Христос и того, что представляет собой церковь. И апостол Павел, он поэтому мог вести полемику со своими оппонентами на равных. Если бы он был язычником, то тогда его вообще бы не стали никто слушать. Потому что подумаешь, как язычник, конечно, он отрицает закон. Но в том-то и дело, что апостол Павел был ревнителем закона. Он был фарисеем. Он готовил себя к учительскому служению. И поэтому так просто отбросить его. Он был известным человеком. Сказать, что он просто ренегат, и слушать его не надо, было невозможно. Вот прошлое апостола Павла давало ему возможность полемизироваться со своими противниками на равных. И это чрезвычайно важно. Далее апостол говорит «Церквам галатийским благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога Отца нашего. Ему слава во веки. Аминь». Отметим, что здесь апостол говорит об назначении смерти Христа, расширяя его до каких-то таких космических границ. Он говорит о том, что Христос избавил нас от настоящего века и дает ему интересную христию и вызывает лукавым. Почему таким? А потому что, наверное, именно с лукавством была связана и проповедь его оппонента, которые обманывали христиан, которых уводили от того, что говорил им Павел. И он продолжает «Удивляясь, что вы от призывавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а есть только люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Итак, апостол уверен, что благоествование только одно, то есть благовестие Евангелия Христового. Отметим, что свою проповедь он называет Евангелем Христовым, то есть себя он мыслит как продолжателя Христа в его служении, уполномоченного им самим, воскресшим. И если даже ангел с неба стал благоествовать вам не то, что мы благоествовали вам, да будет анафема. То есть апостол Павел готов довольно решительно расправиться со своими оппонентами в Галатии и даже говорит о том, что если бы ангел стал бы говорить не то, что говорил он, он готов и того отлучить. Конечно, ситуация это невозможна, но тем не менее таким образом апостол Павел подчеркивает именно незыблемость, безальтернативность того, чему он учил Галат. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благоустроит вам не то, что вы приняли, добудет анафему. Итак, апостол Павел довольно решительно настроен, он рвется в бой, но прежде чем пойдут богословские аргументы, прежде чем он захочет как бы низложить ту точку зрения его противников, который был навязан Галатом, он прежде всего, как мы сказали, говорит о себе. Что же он пишет? У людей я на ней ищу благоволение или у Бога, людям ли угождать стараюсь, если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благословала, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Другими словами, то, что проповедовал апостолу Павел, он не подчеркнул кого-то из людей, он действительно нигде не учился и Христа не слушал в дни его земной жизни, но тем не менее мы знаем, что действительно Христос ему являлся, и он основой этого откровения излагает в своем провозвестии. Вы слышали о моем прежнем образе жизни 13 стих в иудействии, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействии более многих сверстников моих, вроде моим, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благословал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Русалим предшествуем неапостолам. Вот такой немножко длинный отрывок, но он очень важен, важен потому, что он излагает то, как апостол Павел мыслил сам себя, ту перемену кардинальную, которая произошла с ним, и вообще говоря, свое служение и отношение с Богом. Надо сказать, что, конечно, та перемена, которая произошла на пути в Дамаск, когда апостол Павел, будучи гонителем, будучи направлен для ареста христиан, встретил Христа, и Христос к нему обратился, Павел, Павел, Савел, Савел, что ты меня гонишь, она для апостола Павла не была, собственно говоря, переменной, то есть, перемена-то была, он здесь о ней пишет, он был неумеренным ревнителем антических преданий, он гнал церковь, но при этом он дает уникальные указания, он говорил, Бог, который избрал меня еще от чрева матери, то есть, до того, как он родился, он должен был пройти весь этот путь ревнителя, гонителя, и только после этого он должен был обратиться ко Христу благодаря вот этой уникальной встрече, встрече с воскрешенным Христом, с которой он, собственно говоря, и начинает послание, и эта встреча, она как раз и давала ему, как я уже сказал, возможность уже вести последующий диалог на равных, потому что он был ревнителем закона, он действительно знал отеческие предания, вот, и, конечно, вот, эта очевидность призвания, она настолько подействована апостолу Павлу, что он говорит, что он не стал советоваться с плотью и кровью, то есть со своим еврейским происхождением, он пошел, несмотря на то, что как бы его прошлое, оно полностью противоречило тому, чем он посвятил свою жизнь после встречи со Христом, тем не менее, для него наоборот это было каким-то органичным продолжением, он шел как бы практически по той же линии, вот, и пошел в Иерусалим, не пошел в Иерусалим, к предшественным апостолам, а пошел в Равию и опять возвратился в Дамаск, то есть, другими словами, апостол Павел не ожидался в том, чтобы его деятельность каким-то образом согласовывалась с апостолами, с какими-то вышестоящими и общепринятыми лидерами, нет, Бог призвал его непосредственно, и он пошел проповедовать, и надо сказать, что здесь в послании Галатам есть некоторые детали жизни апостола, которые отсутствуют в книге Деяний, Деяний это не биография и не историография, там есть какие-то факты, но какие-то факты там отсутствуют, и поэтому когда сравниваешь послание и Деяние, то оказывается, что на самом деле многого в Деянии просто-напросто нет, и вот здесь апостол Павел он тоже как бы пишет о том, чего мы с вами в Деянии не встретим, о том, что он пошел в Аравию, потом возвратился в Дамаск, а потом лишь спустя три года ходил в Русалим, где встретился с Петром и пробыл в Него дней пятнадцать, другого же из апостола Феонидова никого, кроме Якова, брата Господня. Это указание пятнадцать дней, оно тоже не случайно, да, познакомился с Петром, он увидел Якова, брата Господня, вот, но, кстати, Яков тоже, как мы знаем, не был учеником Христа, да, он уверовал тоже, только после воскресения Христова, так вот, понятно, что пятнадцать дней это небольшой срок, да, за эти две недели апостол Павел не мог воспринять целиком и полностью всю полноту христианского учения, и тем самым он еще раз подчеркивает, что, конечно, источник его благовестия, это не то, чему он мог научиться у людей, что он мог у них услышать, а это то, что дано ему свыше. О том, что я пишу вам перед Богом не лгу, после сего отошел в страны Сирии и Килики, то есть родные для себя страны, церковь Христова в Иуде лично я не был известен, а только слышали они, что гнавши их, некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял и прославляли за меня Бога. То есть вот апостол Павел здесь указывает на то, что действительно с одной стороны, может быть, он не был лично знаком многим, это так, в Руслеве он стоит только Петра, но тем не менее, не зная его лично, конечно, о нем были многие наслышаны, и тем самым апостол Павел как раз он, это не просто сведение, он полемизирует с теми, что утверждает, что апостол Павел никому не известен, что он какой-то выскочка, кто он, что он, вот, нет, апостол Павел говорит о том, что он был известен и случайно говорит, не лгу, то есть, возможно, действительно, его противники в глоти, они утверждали, что апостол Павел как-то врет, искажает факты, что он утверждает о себе то, чего нет на самом-то деле, и поэтому даже видим, что апостол Павел нужен сделать именно эту оговорку, не лгу, для того, чтобы показать, что он был известен иудейским церквям, но, конечно, более подробно он расскажет уже о своих последующих посещениях Иерусалима, о новых встречах с другими апостолами дальше во второй главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok